Привет! Ты на канале Американская жизнь. Сегодня я расскажу об очень интересной теме, которая касается каждого приехавшего в Америке. Если ты только приехал в Америку, у тебя есть работа, у тебя есть соу-шоу, у тебя есть банковский счет, но у тебя нет кредитной карточки, это видео для тебя. Я расскажу, как получить кредитную карточку, не получая отказа в банке. Это будет очень просто. Поехали! Самое главное понять, для чего тебе нужна кредитная карточка. Кредитная карточка в Америке – это очень важный инструмент, который помогает тебе в различных бизнес-транзакциях. К примеру, если ты хочешь снять квартиру, тебя проверяют кредитскор. Если у тебя нет кредитскор, то тебе не дадут в рент квартиру. Или если ты хочешь, например, купить машину, первым делом проверяют кредитскор, скорее всего, заломят очень большой ежегодный процент на покупку машины. Или если ты хочешь в кредит купить машину, то, вероятно, скорее всего, даже будет отказ, так как у тебя нет кредитной истории, кредитной карточки. Просто люди не будут доверять тебе. Со мной произошла та же история. Первые два года в Америке я жил без кредитной карточки. Я не знал вообще, что такое кредит, что такое кредитная карточка и зачем она нужна, если у меня есть кэш, если у меня есть банковский счет. Я не понимал просто зачем. Я снимал квартиру с друзьями, я не был главным человеком, который платил за это все, я просто отдавал кэш, и мне как бы это все не нужно было. Но однажды я захотел снимать квартиру сам, пошел в апартмент комплекс, и мне сказали, а у тебя нет кредитной истории, извини. И меня это очень ошарашило, и я подумал, нужно заинтересоваться этим вопросом и подумать, как это исправить. Друзья посоветовали пойти в банк и оформить кредитную карточку. Я пошел в банк, заполнил все бумаги, у меня все было нормально. Через неделю у меня пришел отказ на почту. Окей, я не понял, что, почему, но я пошел в другой банк. Через два дня в банк, который называется Банк Велсфарго, тоже большой банк. И такая же история приключилась. Мне отказали, через 7 дней пришло письмо, что вот там отказ. Дальше я спросил у моих друзей, а как дальше быть? Они сказали, ну сходи в магазин. Каждый магазин в Америке, примерно каждый, имеет свою кредитную карту. Можно оформить у них и как бы начать развивать кредитную историю таким образом. Пошел я в магазин, по-моему, Рос назывался или какой-то Джейси Пенни. Отказали, прямо там сразу проверили на кассе и сразу отказали. И после этого я не знал, что делать. И вот просто ждал. Мне сказали, теперь нужно подождать некоторое время, может полгода, и сходить опять в банк, спросить. Возможно, будет аппрув. Но прошло полгода, сходил в банк, и такая же история, отказали. В конце концов, я спросил одного из своих американских друзей, что делать, и он сказал мне, окей, сходи в банк, банк называется Банков Америка, принеси им 200 долларов и скажи, я хочу открыть Secured Credit Card. Это такая схема, что ты просто делаешь деплазит 200 долларов или 1000, ну не меньше, вроде 200 долларов, делаешь деплазит в банк, и они дают тебе кредитную линию на количество денег, которое ты положил в банк. Я сделал с 200 долларов, но можно сделать и 1000, и сколько, в принципе, угодно. И через неделю мне пришла карточка, и все. Вот так очень все просто было, а я 2 года мучился, не понимал, как это все делается. Если бы мне кто-то подсказал на YouTube, как я вот сейчас кому-то подскажу, сэкономила бы мне 2 года кредитной истории. После этого, как ты получил кредитную карточку, нужно заботиться о том, чтобы у тебя кредитная история росла. Что нужно делать? Первым делом не нужно тратить более 20% от твоей кредитной линии в месяц, и в конце каждого месяца нужно оплачивать, чтобы у тебя было ноль долга. Лучший способ это создать, вот как у меня получается, с 200 долларов, у меня где-то 40 долларов получается в районе 20%. Пошел в спортзал и создал аккаунт под эту карточку, и каждый месяц списывалось у меня 30 или 35 долларов, по-моему, был зал у меня стоил. И на протяжении года каждый месяц у меня списывали 35 долларов. Я сделал автоматические пейменты со своего другого банка, у меня другой банк Chase. И с Chase у меня просто каждый месяц оплата шла назад на эту кредитную карточку. То есть я как бы даже ее из кармана не доставал, и кредитная история у меня росла потихонечку. По окончанию года тебе возвращают твой депазит, а тебе присылают чек, и ты можешь с ним распорядиться как хочешь. Можешь его положить в банк, можешь потратить на твое усмотрение. Кредитная карточка остается. После этого каждые 6 месяцев можно заходить на сайт и поднимать себе кредитную линию, либо звонить им по телефону и просить, чтобы подняли кредитную линию. 250, может даже 500 долларов, каждые 6 месяцев можно поднимать. Таким образом у тебя будет расти твоя purchase power. И чем больше у тебя кредитная линия, тем больше, конечно, ты в конце концов можешь использовать кредитную линию для того, чтобы, к примеру, приобрести машину в кредит, либо другие вещи, которые ты хочешь купить в кредит. После этого тебе начнут приходить на почту с различных банков предложения открыть кредитные карточки с ними. Этого бояться не стоит, это очень позитивное дело. Чем больше у тебя кредитных карточек, тем больше у тебя purchase power. Если у тебя 10, к примеру, кредитных карточек, 1000 долларов в кредитной линии, у тебя 10 тысяч долларов, и, к примеру, ты можешь купить машину за 10 тысяч долларов, используя кредитные карточки. Есть различные виды кредитных карточек, об этом я могу снять видео отдельно. Если тебе интересно, напиши в комментариях. На сегодня, я думаю, это все. Если тебе понравилось это видео, ставь палец вверх, подписывайся на канал. И увидимся в следующем видео. Пока.